Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нет, вот именно древнего. Именем которого называли Макартичана Спартака. Ну да, действительно именем Спартака называют и Макартичана, и футбольные команды, и называют даже турниры, Спартакяда, все. Спартак был величайшим воином, величайшим большим борцом за свободу, за права человека, в конце концов. Можешь сказать, его можно назвать Авраам Линкольном античности? Да, Вашингтон, Авраам Линкольн античности, Спартак смог поднять абсолютно бесправных рабов, организовать настоящую армию, даже не уступающую воинственности и дисциплине лимским легионам. Но вот этого великого Спартака смогли как-то очень гнусно предать. И предали его киликийские пираты. А по утверждению армянских историков, вообще самих армянских ученых, килики – это древняя Армения, да, это предки армян. Хотя, знаю, с кем она, я одну вещь скажу, вот я, когда готовился к этой передаче, еще раз посмотрел, там, здесь разные материалы. Среди всех царских династий имен киликийских царей, все греческие имена, ни одного армянского. Но временно, видимо, тогда было греческое влияние сильное, да, понимаете, поэтому они называли своих детей греческими именами. Если мы на три века позже возьмем, вот это тоже историки религии, там будут персидские имена. Вы же знаете, где летелого человека. Так вот, об этом предальце писали, Апиан, это величайший тоже историк. Не армяник, кстати, несмотря на окончание, что Ан – это греческий, римский историк греческого происхождения. Хотя не эти армянские ученые все-таки утверждают, что Апиан – это исконная армянская фамилия. Но Апиан – это римлянин, и Плутах писал об этом. Тут уже не подкопать никаким армянским. Плутах все-таки не клеится. Никак, никак. В конце концов, в своей книге Дживайони. То сам Рикардо Дживайони, который написал роман «Плутах», естественно, будучи итальянцем, он имел еще больше возможности изучать древние документы, архивы и так далее. И он тоже это описывает. Но и в конце концов, тот самый знаменитый голливудский фильм «Спартак» великого режиссера Стэнлина Кубрика. Естественно, когда, вопреки утверждения некоторых товарищей армян, когда Голливуд снимает фильм, они привлекают многих историков, многих экспертов, которые знают все эти вопросы. И вот там Кубрик даже напрямую указывает предводитель этих киликийских. Кстати, слово такое, двух вариантов это слово есть, в том же интернете. Киликия и Киликия. Да. Ну, мы будем в таком варианте говорить. Киликийских пиратов. И напрямую называют Тиграна. Да. Тигран. И очень интересно, что этот Тигран тот самый, Тигран, который величайший. Тигран второй. Да, да. Тот самый Тигран. Который построил Тигран-Акет, в конце концов. Да, да. Тигран-Акет построил. Да, да. И Арташат. И вот почему Тигран утверждает. Естественно, что Тигран напрямую не был предводителем пиратов. То есть море может и не хотел. Никак его звали, никто не знает. Просто там регистр, наверное, дал... Нет, нет. Там намек на другое. Что Тигран через киликийских пиратов боролся, в смысле, с Римом и так далее. И в том числе, в том числе, осуществлял связь с... С Метеридатом. С Метеридатом. С Метеридатом. С Сирторием. С Врагами Рима. Врагами, великими, могущественными, в смысле, точнее говоря, не великими, а могущественными, полководцами своего времени. И вот Тигран, в смысле, играл в свою шахматную партию, в конце концов, сделать ход коньон. Да. И взяв деньги у Спартака... Вообще кинуть его. Кинуть буквально. Чем, кстати, очень многие армянцы спор гордятся. Гордятся, кичатся. И они даже пишут, и ученые пишут, и просто даже в комментах пишут, что вот видите, как умело мы кинули Спартаку. Какой мы древний, хитрый народ. Да, древний, хитрый народ. Вот, а взяли денег, кстати. Как все это происходило? Вот интересно, да? Даже фильмы немножко описали, как-то так туманно было это все описано. А можно, кстати, воображать? Очень сейчас мы можем это вообразить. Вот подходит Спартак к этому киликийскому пирату, и дает ему деньги. Много, кстати, очень много. Несколько разных источников, разная сумма, но 50 талонтов. Это огромные деньги по тем временам. Деньги с золоти, конечно. Потому что Спартак хотел пробиться в Сицилию. Создать само свое государство. Или, с другой стороны, тогда Сицилия, кстати, некоторые говорят, почему Спартаку надо было, ну, чтобы объединить киликийскими пиратами, почему Спартаку нужно было. Сицилия, это остров, это ловушка, нет. Сицилия была главной хлебной житницей Рима. Если бы Спартак завладел, Рим просто, на основе того, что остался бы голодным, мог бы прийти к миру и так далее. Ну, до этого и Карфаген, и Каннибал этим занимался, потому что без хлеба, конечно, жить очень трудно. Да, и вот дают деньги этому киликийскому пирату, тиграну, может быть, вооружану, не знаю, как его звали. В конце концов, да, и говорит, вы, ну, уже знаете, киликийцы и древние армяне, этот характер знают, что вы меня не обманете. И что он говорит? Ну, конечно, говорит, что вы, что вы, что вы. Что вы, что вы. И когда вот Спартак уже уходит, он уже действительно поверил ему, что он сейчас в войско придет, они садят в корабли и уплывут в Сицилию. И, наверное, этот киликийский, конечно, пират в Сиду ему сказал, темер не сей. То есть умри. Да, да. И вот Спартак действительно умер, дорогие друзья, умер как герой. Но в истории, вот это киликийские пираты, это прадеды нынешних армян, хаев, и как раз те пираты, кем сегодня кичатся, гордятся армян. Они остались в истории символом предательства, и причем того самопредательства, которым до сих пор они гордятся, что является немножко шизофериническим клумом, честно говоря. С одной стороны гордиться тем, что мы древний народ, а с другой стороны гордиться, что мы древний хитрый народ. Но это ваше дело, гордиться всем. Македалы такие умелые. Так вот, эти киликийские пираты взяли деньги и уплыли. Уплыли. И Спартак был предан, остальное вы знаете, как все это закончилось. И в этом случае, значит, может возникнуть такой вопрос. А вдруг это гетичность в случае, историю, ну, пираты, что с ним возьмешь? Ну да. Ну, концерт, заранее разбойники, пираты и так далее. Но... Есть второй факт. Второй факт, не менее попьющий факт. История, да. Это тоже величайшее предательство. И предали опять героя. Да. На этот раз предал уже не пират, а князь. Даже можно сказать... Тут пиратство ни к чем... Тут пиратство не склеится к этому вопросу. Тут все-таки генетика. Да. Пират это или князь, но ты все-таки хай, и ты привык предавать. Ты предатель, обманщик. Так, величайший герой это Бабек. Это герой Азербайджана. Это предводитель, когда национально-освободительное движение поднялось в древнем Азербайджане. И тогда хурамиты воевали 20 лет. Воевали, разбивали все арабские войска. Представьте себе, на пике могущества арабского халифата, на пике, вот по меткам выражения великого ученого Гумилева, когда арабы были на пике своей пассионарности. Когда они побеждали практически всех, кого встретили. Девятый век, да, назначен. Девятый век. И вдруг на их пути встает Бабек. Молодой парень из Табриза, подмастерик, который был из Табриза. Родился он в окрестностях нынешнего Ардабеля, а потом был подмастерик Табриза. И в 18 лет привыкнул к хурамитам движение, которое боролось. Но тогда предводительством хурамитов был Джавидан. И когда Джавидан, ну это было местечковское сопротивление, скажем так. Но когда Бабек занял его место, то он настолько расширил границы своего влияния, настолько расширил границы хурамитского движения, что он охватывал нынешнюю, большую часть нынешнего, южного Азербайджана, который сейчас в составе Ирана, северный Азербайджан, который сейчас является Азербайджанской республикой, Армению, Грузии и вплоть до Тагестана. Вот настолько огромная территория. Да, и вот на всю эту территорию, можно сказать, искорнил ислам. Да, уже везде были хурамиты. А хурамиты это как бы древние анархисты. Да. Это полная свобода, свобода мыслей, свобода движения, свобода... Всего. Да, мысли там все. Полная свобода. Это как бы батька Махно в Средневековье, в раннем Средневековье. Да, но намного более, в смысле, масштабно. Масштабно, конечно, потому что 20 лет он воевал, он создал огромное государство. Один факт. Говорят, историки пишут, что в 829 году Бабек победил арабское войско численностью 150 тысяч человек. Представляете, насколько у него была могущественная армия. У Бабека, при том, что она состояла просто из крестьян, просто из, как вы сами очень метко сказали, из анархистов, свобода любви от людей. Там у него не было регулярного войска. Но при том, он победил арабское регулярное войско. Кстати, вызывали его Хасан, почти что мой тезка. Да. Хасалин, да. И вот, когда Бабек был на пике могущества, к нему примыкают. Подвязался около него. Да. Некий... Армянский князок, князек. Да. Сахал Сумбатян. Сумбатян, да. И он, типа, был тоже против халифата. И иногда даже вместе с Бабеком он выступал. Да, да, да. Какими-то, наверное, сподвижниками. Да, да, да. Армяне гордятся. И очень интересно, что армяне пишут, что вот Сумбатян боролся против арабов и воевал, и так далее. Так вот, когда Бабек все-таки 20 лет он успешно воевал, начал уже действительно побеждать не просто на эти территории, а уже халифат был под опасностью. Огромная опасность, исчезновение халифата. И арабы пригласили тюрков, воинов, в смысле наших прадедов. Да, да, да. Пригласили. Лучших воинов Средневековья, Восточного, Средневековья. Во главе с Овшином. Тюрки начали побеждать Бабека. И Сумбатян понял, что пора свою генетическую нутро. Пора удирать, да? Пора. Пора, да. Пора, брат, пора. Как говорил Остап Бендер. Бабек проиграл, и, конечно, он пробирался к своему другу. Думал, что Сумбатян и Сахад Сумбат, как его арабы называют. Сахад Ибн Сумбат. Сахад Ибн Сумбат, как арабы называют. А на самом деле Сахад Сумбатян. Это его близкий друг, он его не предаст. Кстати, кстати, кем был этот Сумбатян? Из динатии, любимых вам Багратитов. Спасибо. Тех самых. Опять же, Багратит, Тртатит. Тогда мы сегодня Тртатитов не будем говорить. Так что вам на пирсистском языке не придется в турке. Да, ну ничего, ничего. Сегодня будем на другом языке говорить. Если нам, конечно, удастся. Ну, Баграты говорили особенно на греческом и на латыни. Иногда забывая свой армянский язык. Так вот, это сам Сумбатян очень радушно принял Бабека. Ну, а как умеет приниматься армянами, все знают. Вино, поросенок, все. Поросенки, барашки, все. А как связано Бабеку так? Как он не был мусульманом, он и потреблял, так сказать. И он думал, что в гостях у друга, что ничего ему грозить не может. Естественно, в тот день он употреблял и был рад, что спасся и так далее. Семья была бы не с ним рядом, и брат так далее. Ну, Бабеку успокаивал Бабека, что все будет нормально. Мы еще восстанем с собой вместе. Мы же два друга, два брата. И когда Бабек, после возлияния, уснул богатырским сном, Сумбатян что сделал? Взял вместе и стал его сон, как бы, насторожить над ним? Да. Сумбатян побежал к Ховщину, к тюркскому воину. Это исторический факт, дорогие друзья, о чем писали величайшие историки. Да, да, да. Если можно, я тут... Да, будьте любезны. Извините, тут такие имена, что очень многие трудно даже сказать, поэтому бумаги все-таки взяли с собой. Смотрите. Об этом писал, кстати, значит, Ат-Табарин, арабский историк. Об этом писал, кстати, армянский историк. Мофсет Каган Катвацы. Бумажку взяли для этого. Да, да, именно такие. Ну, Ибн-Арси. Посмотрите, а концовка Ци? Да, да. Это бакратская, бакратская фамилия. Да, 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 да. Не, не, да. Вот. Об этом писал арабский, значит, историк, Ибн-Арси. То есть предательство Бабека с Сахасумбатом не может быть заспорено. Об этом писали арабские источники. Об этом писали и армянские источники. В том числе и Мофсет Каган Катвацы. Ты можешь еще раз повторить имя вот этого армянского ученого? Мофсет, да, историк Мофсет Каган Катвацы. Да. Вот. И он писал, что в том же году тот же князь Сахалисом Самбата взял плен, истребляющего людей и опустошителя стран Сухмутяна Бабана, они Бабека называли Бабан, зверя кровожадного, и отдал в руки Амир Мумина, то есть Амир Аль Мумина, да, Амир Аль Мумина. А за услуги он получил от двора доброе вознаграждение, право царской власти управлять Арменией, Иверией и так далее. Да. Ну тоже как-то рифтилоидное все. На самом деле, конечно... А как это было? Как вы думаете? Что сделал? Что сделал? Другие историки, арабские историки пишут, конечно, правду, потому что... Побежал к Амшину и... Амшину и сказал ему, конечно, что хочешь Бабека поймать? Что скажешь Амшине, конечно? Да, это и войну два года. Да. Да, как Андрей, помните? Хочешь миллиарды. Да. А сколько дашь? Амшина сказала, а сколько хочешь? Да. И сколько он дал? Ну, представьте себе, миллион дирхамов. Миллион дирхамов. Да. Смотрите, Иуда, конечно, взял очень мало. 30 селебников за... 30 селебников. Ну, девальвация там... Огромная была видна, что это миллион дирхамов, да. За миллион дирхамов был продан Бабек. И когда Амшин, конечно, его спрашивал, ну где Бабек? Спит у нас дом. Пожалуйста, готовенький, идите берите. Вот армянский источник тогда пишет об этом, да, в отличие от армянский, немножко по-другому пишет, что вот... Смотрите, тоже я еще раз спрашиваю, то место, да. Взял плен истребляющего людей и опустошителя стран Смутьяна Бабана, зверя кровожадного. А вот никто не спрашивает, а вот товарищ Самбатьяна, а где вы были до Амшина? Вот почему не вспоминали, что Бабек – зверх кровожадный, и почему мы с ним были вместе, ели, пили, воевали вместе? Значит, это потом у меня, бля, амнезия у него была. Он забыл, что Бабек истреблял армян. И вот когда только Амшин уже, в смысле, начал побеждать, он вдруг вспомнил, что оказывает Бабек – зверх кровожадный. А до этого он был друг-то мой красивый, друг-то мой хороший. И вдруг стал зверх кровожадный. Дорогие друзья, Бабек и жил как настоящий джигит, настоящий воин. Сейчас знаменитая фраза, и в Азербайджане, во всем мире, лучше жить. Один день свободным человеком, чем 40 лет рабом. Это его фраза, которая жила ведь уже 14 веков. И Спартак не хотел быть рабом, и Бабек не хотел быть рабом. Но видно, те, кто не хотят быть рабами, они, в смысле, как-то очень противоречат арминально, лепсилоидному способу существования. Они ненавидят этих людей, которые почему-то не хотят быть рабами. И говорят, наверное, что мы любим быть рабами, мы любим быть чьим-то форпостом. А вы не любите, почему вот так? И они всегда вот так поступают. Вот два репсилоидных факта, дорогие друзья, о двух гнуснейших предательствах древними армянами. Следите за нами. У нас новые факты. В следующую среду Тюркель Сулейман Ли и Кембран Асан Ли. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.